Доброго вечера! В эфире тело-каналу Черневецкий Проминь и Радио Буковинска Хвилляс ТФМ. Программа без эмоций. Я и автор и ведущий Святослав Вашинский. Певец города и человек мира одновременно. Дитя времени, вольный поэт, который ведет себя непредвиденно и всегда поет там, где ему захочется. И, наичастейше, в Черневцах. Сегодня мы поговорим с художником и фотографом Брониславом Тутельманом. Вітаю Вас. Эсейст Володимир Килинич называет Вас ключником и вертовым места. Юрий Андрухович – збирачем его каміння. Олександр Боченко – художником, который символизирует Черневцы. Вольф Москович – суто черневецким художником. Это все цитаты. А вот скажите, Вас никого не дратировало, что Вас обмежуют этими вузькими, достатньо вузькими рамками Черневцев? – Можно ответить анекдотом? – Давайте. – Когда-то, значит, в новом доме заселялся дом. Новый дом. По иронии судьбы, значит, на одном этаже заселили четыре квартиры. Заселилось четыре семьи, и все евреи, и все портные. Каждый поспешил повесить золотую табличку на свои двери. Один написал «Лучший портной районов», второй написал «Лучший портной города», третий «Лучший портной области». Осталась четвертая квартира, ну что, что, все расхватали, что писать. Он написал «Лучший портной районов – это личные клетки». Поэтому, у меня всегда, да, у меня это всегда, ну, возмущать, не возмущать, но как минимум удивляло, потому что это неправильный вообще подход. Это не менее, в каталоге вашей персональной выставки 1990-го года мистецвознавец Вильям Мейленд писал, что реконструировать окружающую Тутельмана городскую среду по его произведениям практически невозможно. Вы сами ствердите, что в живописи место для вас есть лишь фоном для вашего внутреннего экзистенциального состояния. Вот, нет ли этой суперечности постійно ствердить, что Тутельман – урбанист, а с другой стороны поднимают эту цитату? Значит, возвращаясь к тем годам, вы не найдете у меня ни одной картины практически. Короче, я не занимался визуальным искусством. Где вы можете узнать, там, я не знаю, Лесю Краенки, или там Зойка Кобылянскую, или еще какую-то улицу. Меня всегда волновала или интересовала такая-то экзистенция духа и мое место в этом городе. То есть это место, через которое я мог реализовывать свои какие-то художественные, культурные задачи. Вот, но буквально, я имею в виду прав, буквально я никогда не рисовал черновцы, и мне это никогда не было интересно. Но в каталозе, про который идет, вас постоянно называют митцем-урбанистом. Вы можете себя так назвать? Могу, потому что я сугубо городской, как бы, житель. И меня вдохновляет, говорю, я люблю город. Вот. Я понимаю прекрасные красоты, там, Полесья, Черкащины, ну, уже про Карпаты, как бы, нет слов. Но это не мое. Мне два-три дня, мне скучно. Моя среда – это босонные подъезды. Вот это город. Ну, до речи, в связи с этим, хотелось бы спросить. В 2010 году, до своего ювилея, вы влаштовали такий перформанс на улице Ольги Кобилянськой. Поставили старый москвич, на ньому митлу, скульптуру Эрота, скульптуру бога Эрота и стилюзованную бруківку. Дуже много было мистецких интерпретаций, что вы хотели этим сказать. Я хотел спросить, а почему вы поставили митлу, а не троянду? Вы не верите в этот чернегацкий миф про то, что тут подметали в улице трояндами, а не звичайной митлой? Ну, я думаю, что я не верю. Хотя это красивая сказка, но я не верю в нее. Ну, это не имеет значение. Что касается бруківки, я когда-то, отвечая на предыдущий вопрос, я действительно никогда не занимался визуальными черновцами. Я всегда пытался, как бы, найти какой-то знак, символ, через который я могу выражать свои, как бы, культурные задачи. И это была бруківка. Сегодня это ленивый, только этим не занимается. Вот. А в то время это была, ну, можно сказать, бомба. Вот. И я когда-то в это... Меня Федорук подколол когда-то. Я... Мы ехали пять художников Украины в Австрию. И я там сделал очень такую большую инсталляцию. Ну, там была не только бруківка, а еще там открытки. Ну, это надо рассказывать отдельно. Если нет времени, наверное, на это. Я знаю всю историю. Короче, значит, я еще взял цинишку с собой. И, наверное, сам же, значит, вот эта бруківка стоила 50... Это вот... 100 долларов стоила. Он говорит, папа, ты что? Я говорю, посмотришь, как это. Ну, там я ее обставил концепцией определенной. И там в первый день, там шесть человек купили, ходили так по выставке с той бруківкой. Потом мне Федорук говорит, смотри, ты мне всю Кобилянскую вылезешь. Я слышал про этот жарт Федорука, но я думал, что эта история... Тем не менее, он не полюнился подарить на вот этого, у этого, как его, этого... У Яна Табачника, маю честь, он ему подарил бруківку. Я говорю, это плагиат. Я говорю, я на тебя в суп подал. Вот такая была всякая история. Вы также брали участь в проекте Черновицер Австрия. То есть, вы обигрывали скульптури обезголовленной мати Австрии, которые ныне размещены на территории резиденции Буковинских митрополитов. И я знаю, что сейчас ректорат Черновицкого университета, как бы, вважает, что им там не зов все миссии, и намагается ризными шляхами сбутися, кудись перенести эти скульптури. И так же нещодавно комиссия Черновицкого и Минской Ради висловилася против восстановления самой скульптуры на Соборной площади. Почему, на вашу думку, эта старая добра Австрия, которую все так любят в Черновицях, на самом деле всем тут так заважает? Им просто это навязано. Дело в том, что этот проект был одним из самых важнейших. Он ездил по Европе, и для того, чтобы, я думаю, что за этот промоушен должны были бы заплатить сотни-сотни тысяч долларов, потому что Черновцы везде фигурировали. Будапешт, и в Кракове, и в Вене, и так далее. Потом, как жест доброй воли, они подарили этот проект Черновцам, поскольку это виновники и являются Черновцами. Но это все равно, чтобы мне сейчас подарили бы, я не знаю, самолет, он не нужен. Им этот проект нужен так, как мне самолет. Поэтому вся его проблема в том, что он, этот проект, он, как бы сказать, предназначен именно для интерьера, потому что это гипс в итоге, и на улице стоять не может. А других площадок я особо не знаю, где есть в Черновцах. А че есть сенс, на вашу думку, как депутат Тарас Бабух, он пропонувал повернуть саму эту оригинальную розковутую скульптуру назад на место на Соборную площадь, как символ, возможно, знищенных или обозволованих черневцев? Такая себе черневецкая Венера-Милойская. Че есть сенс повертать? В этом всем есть какие-то двойные стандарты. С одной стороны, вот, допустим, я приведу пример Кобылянской. Когда упал дом, стоял вопрос, либо действительно сделать автентичный дом, либо поставить стекляшку, там, какую-то супер-пупер. В данном случае, я думаю, решение было правильным. Потому что не нарушать все-таки ансамбль улицы. Что касается возрождения, вот, боссоздания, скорее, памятников Минулы, я думаю, что это большая имитация. Это, знаете, как вставные зубы. Потому что надо ставить суперсовременные произведения искусства, но у нас на это для начала нет денег. Это не обязательно должны быть черневецкие местии или, там, я не знаю, Кобкова. Это должны быть суперсовременные произведения искусства. Они, это, и те скульптури символизировали ту эпоху. Что мы должны, это же заигрывание с той эпохи. Что мы имеем до той эпохи, кроме того, благодарности, что нам оставили такой город? Ничего. Так, может, как раз есть сенс поставить скульптуру в том понявиченном вигляде, в котором она залишилась, как символ того, что той эпохи уже и нет? Думаю, да. Если обыграть соответственно, ну, чтобы это было действительно произведение искусства, не просто поставить там ее, а действительно обыграть. В каком-то суперсовременном обрамлении и так далее, конечно. Мне рассказали, что у вас вдома, в вашем помешканье, на улице Доброго, зберегаются бюсти Штефана Великого, императора Франца Йосифа, и, в частности, уравльянский бюстик Володимир Ленин. То есть, такая своередная ретроспективная инсталляция. А чей бюст или портрет в вашем помешканье представляет украинскую эпоху? Странно. Вроде КГБ нет. Откуда у вас такая информация, что у меня дома делается? Вроде мы... А я не знаю, что это украинская у нас. Не потому, что я не хочу, я не знаю, на самом деле, что это такое. Ну, я думаю, что это не только у меня, а я думаю, что это даже у власти нет. А что такое сегодняшний член? Это что, Маланка, что ли? Ну, что сегодняшний член? Мне очень нравится, понимаете, во-первых, у нас нет... Мы сами не знаем, что мы хотим о чем-нибудь. Поэтому отсюда идет, ну, такое вот шарахание. Мы все заигрываем с предыдущей эпохой. Я не думаю, что сегодняшние жильцы, или там, особенно молодцы, да и не только, можно провести какую-то, ну, такую наследственную линию между эпохами. Вот. И мы не однажды обсуждали это и с Юрой Андруховичем, и так далее. Потому что, к сожалению, связи времен не наблюдаются. А мы живем не в пустыне. Мы же не... Либо мы должны начинать с нуля строить нашу жизнь, либо должна быть какая-то здоровая преемственность. Откуда, если это... Я это называю прерванной беременностью. Знаете, когда прервали беременность, вот так и это, что... С одной эпохи в другую. Отсюда нас колбасит, что в одну, то в другую сторону. Ну, до речи, я все-таки знаю, вы прекрасно разговариваете украинской мовы, но вы, очевидно, украинской мовы и не думаете. Мне это напоминает историю румынского историка религии Мерчелля, который проживал большую часть своего жизни за кордоном, но свою художную прозу продолжил писать румынскую мову. И он говорил, что это мова его снов. Скажите, вот вам, взагал, чем можно изменить мову снов? Абсолютно запрос. Я скажу, я могу даже сам себе сделать комплимент, что за последние, например... Ну, я считаю, это достижение не мое, а дежавы. За последние 10 лет, наверное, я практически... Да? Я даже стал думать где-то по-украински. Если я говорю с украинским собеседником, мне даже как-то самому... Я говорю о том, что мне хочется перейти на мову украинскую. Такого, конечно же, не было раньше. И это, я считаю, успехом. С одной стороны, с другой стороны... Ну, конечно же, мой язык русский. Если меня упрекнуть, так можно спросить, а почему я не знаю свой язык вообще? Слушайте, я советский человек, но откуда я не знаю? Собок так относился ко всему. А, кстати, если говорить про историю города, в одном из своих интервью вы сказали, что Львов – это польское место, то вы понимаете, что когда вы это сказали, то вы десь и натякнули, что Чернівцы... Вы таким образом натякнули, напевно, что Чернівцы – это австрийское место, австрийский проект. Это совсем не украинское надбание. Вам так не здаётся? Ну, я не так уже сказал, что это польское место, но я действительно подтверждаю. Ну, во-первых, не только польское. Я, например, всегда удивляюсь, почему вот на всех, допустим, особенно это связано с меридианом, всё-таки боль... Ну, я понимаю, откуда. Это чисто конъюнктурный момент. Больше внимания уделяют всё-таки австрийским чиновцам, потому что они дают деньги всё-таки в посольство Австрии, Румынии, не Германии. Но Румыния оставила достаточно немало с точки зрения архитектуры и наследия черновцов достаточно немало. Вот. И в культурном смысле и так далее. Поэтому вот... А что оставила Украина, это я уже, наверное, не доживу. Пока она оставила только проспект 50-летия и Комарова. Чем мы можем это как бы похвастаться? Мне это нагадало. У 2013-го ви дуже активно катаковали концепцию и саму идею панской горальни на улице Доброго. Это колишнє кафе Европы. И вот письменник Андрій Любка, может быть, в связи с этим, говорил, что вы в Чернівцях являетесь известным борцем с чернівецким регулизмом. А вот, в целом, чи не втратили, на вашу думку, культурный шарм Чернівців, в том числе и в наследок украинизации места, яка произошла в 2-й половине 20-го столетия, саме під час рудянської доби. Ну, что касается горальни, это действительно мне очень не понравилось, потому что я фактически вырос. Мне так же и гестер не нравился. Я вообще не понимаю, зачем надо выдумать велосипед, если этот ресторан всегда назывался Европа. А мы идем в Европу. Ну, горальни как-то, ну, во-первых, это не совсем, как бы, с черновцами вяжется. И кроме того, ну, есть готовое имя. Вот моя улица называлась Блюмангасе. Кому это мешало, скажите мне? Это цветочная улица, как в 17 мгновении весны было. Помните там? Ее цветочек, он там должен был поставить, там знак был Блюмангасе. Потом она была бандита Котовского, потом, ну, сейчас, слава богу, вроде бы достойный человек, но моя улица была, ну, я не застал, естественно, это, но я просто знаю чисто по истории. Мы должны искать какие-то свои там штуки, и вот и все. Вот. Что касается такой болезненной темы, которую вы хотели обозначить, я вам скажу, что, конечно же, я знаю, во-первых, надо определить, что такое Рогуль. Если можно определить, что такое Рогуль. Это людина, яка переносит сельские традиции, вольские простые. Не правда. Я думаю, что с любого недостатка можно сделать, как бы, положительный результат. Ну, например, мои друзья, я же, мне даже в кошмарном сне, сколько бы я литр водки бы не выпил, мне никогда не придет голову назвать Петра Рыхлой Рогульом или Сашу Бойченко. Боже, дай Бог, чтобы все были такие Рогули. И они точно так же с этим, ну, как бы, ну, не готовы смириться, будем говорить так. Рогули – это менталитет. Рогули – это то, что это попса, это на нам... Это более-менее широкий смысл, чем буквальное происхождение. Поэтому Рогулями можно назвать полчерновцов. И это не обязательно украинцу стать. Вот это перемещение степлов, евреев, после войны, они такие же Рогули. В каком-то смысле. То есть, мы, может быть, разные понятия вкладываем. Так что Рогулизм для меня – это просто, ну, вот, я говорю, отсутствие какой-то культуры элементарной. Это жлобство, будем говорить так. Но это никак не мир в сельском заселении. К традициям и так далее, Боже. В конце 1980-х... Вот Маланка – это Рогулизм, чистейшая вода. Это что, иметь к украинским традициям что-то? Ничего. В классическом понимании, когда вертеп, когда переодевание, когда это... У нас свято превратили на что? Весни с прясками что-то? Ну, это и есть Рогулизм. Вот и все. Ну, дисидентом я действительно никогда не был. но инакомыслием. Ну, я думаю, что любой здравомыслищий человек был инакомыслищем. Одни это выражали. Я в силу, во-первых, в силу своего темперамента для начала. И... Ну, я как бы художник. Я считал это вполне нормальным вещам. Вот. А диссиденты – это были, ну, тем более те, кто входил в кельсинскую группу, кокосик. Это он мне брат просто, как брат, это мне ближе, как бы друга нет. По сей день. Хотя по-разному складывается жизнь. Вот. Я никогда, конечно... И это никакой не подраздача. И это, кстати, далеко не связано с... Изисисом тоже. Я... Когда нас закрыли всех, это была спецоперация. Закрыли... Значит, были одновременно обыски у 10 человек. Закрыли нас четверых. И троим дали срок. Осику дали уже, потому что он как шел как рецидивист, потому что это был второй срок. А... Значит, троих посадили, а мне дали, как бы, официально, по линии КГБ, официальное предостережение на 5 лет. вот. И как раз, когда пришел Горбачев, и эту статья, в общем-то, как понятия не существует. Это... А попасть под эту статью можно было в каждый второй. Если вы знаете, как... Вы знаете, как она вообще гласила это? Это 187 апреля. Это клеветнические измышления порочи советской общественной... Ну, это в каждый второй. За любой анекдот фактически уже могли. Если очень хотели. Но у меня, скорее же, картины там уже. Я не очень-то... попадал, подъехать его, там всякие штуки. Мне говорили, что справу вашу ввел, зокрема, тоді на тот час, офицер КДБ Володимир Великарюк, наскільки, який потім дослужився до високих чинів в СБУ. Это... Василий Владимир Владимирович. Василий Воронич. А это правда, что после распада Родинского Союза он перед вами вибачився. Да. Я знаю, что вы до своего ювелия обратились до СБУ с проханием надать вашу особо справу. Вы хотели сделать какую-то из нее выставку. И виявилось, что... Вернее, справа ваша в СБУ в архиве не виявилась. Очевидно, вона была в какие-то сроки знищена в архиве. Они мне ответили так, что я не только. Во-первых, мне при обыске забрали очень много интересных артефактов, которые сегодня им не представляют никакой абсолютно ценности. А для меня они интересны. И для меня, и для последующих. Уже ко мне приходят много молодежи, и они очень интересуются тем временем, и так далее. Но они мне ответили, что они все уничтожили, за исключением только репрессированы, которые были в Сибирь после войны сразу и осужденных. Все остальное, вот Воронцов что-то находят, я не знаю, но не у них, а, допустим, в архиве об Комовской и каких-то других. Так они мне ответили. Правда ли это? Я не знаю. Останние годы вы выкладывали так же в 41-й школе. А в какой мере можно сказать, что в Залі первая в Украине еврейская школа, 41-я в Чернівцях, как задум выникла на вашей кухне десь в конце 80-х мы сидели у меня, у меня постольку располагает там узлоплощадь была, вот здесь сельси, вот мы сидели, вот и в общем-то, когда начались эти движки, вот эти национальные, мы начали с еврейского кладбища вообще, потому что Савок наделал такой бумаг, что люди настолько отлучены от своих корней, еврейских, украинских, там не знаю, немецких и так далее. И с чего-то надо начинать. И вот мы пришли к выводу, что единственное, это святыня, вот это просто банально, как в советское время были субботники, то что убирать на кладбище, начиная с могил своих, там, родных, близких, кончая просто, вот, кладбищем. И потом, значит, открыть, ну, там тоже приложились уже, вроде бы не было правящей нашей, но, тем не менее, они продолжали и, по-моему, по сей день продолжают. Значит, создатели, они же, как мы называли, от советской власти, они хотели сделать еврейское, общество еврейской культуры и возглавил наш мэтр Бурт. Выкрали наш, а мы, как бы, альтернативный устав у нас был общество, это общественно-культурный фонд, который возглавлял, у нас была своя, это, установочная, я уже, буквально, дороже, установочная, это вот, и, ну, здесь, и сами так далее. Это все произвело, как правило, у меня на кухне. Ну, и в том числе, школу, надо было с чего-то начинать, и первая школа, действительно, мы еще тогда получили телеграмму от Кравчука, это была первая государственная школа в Украине. Это правда. Вас иногда называют втяжением концентрации всего еврейского в Чернівцях, что тут залишилось, но, насколько я знаю, еврейский, чернівецкий еврей между собой не очень дружным, я знаю, я знаю, что у вас склалися не совсем простые взаимы с Мариной Лебановой, и мне так же рассказали историю про Яна Табачника, что десь в 2007-2008 годах, подчас значения 600-летия Чернівців, вы очень неприязно встретили его в Чернівцях. К чему? Ну, Залибанову я комментировать не хочу, потому что это у нас на каких-то таких личных... В данном случае я бы не хотел, это никак не связано с какой-то национальной знаковой, это просто на человеческом уровне. Бывает такое, слушайте, не со всеми может и нужно дружить. Что касается Яна Табачника, то, ну, я не люблю паханат любой, понимаете, это же не важно, еврейский, украинский там или еще какой-то. Вот, и мне, я же его знаю много лет, и все это, ну, мне не очень симпатично было вообще его участие в регионах и в этих депутатских, то есть он аккордеон у него уже был там как фишка, а все остальное, он занимал активную политическую позицию, которая мне была чужда. Хотя бы закинчили художнее училище в городе Одесса, вы как-то говорили, что вашими справедливыми університетами и институтами стала андегаундна Москва на гражданских часах. Я знаю, что вы были знакомы с Володимиром Лисоцким, с Булатом Окуджавою. И незважаючи на всі ці моменти Москва вас не притягивала, навіть коли в Чернівцях пресинг на вас постійно зриставили. И в связи с этим мне згадалися цитата у журналіста Сергея Воронцова, когда он писал про вас, он говорил, что работа Тутельмана радянского периода видображает загубленность и задушливость провинции, и в одночась закоханность в эту задушливость. Все-таки скажи, почему вас постійно Ну, трудно объяснить. Слушайте, не всегда легко объяснить свои поступки. Что касается Москвы, поверьте мне, что мне очень больно, что сейчас происходит между нами, потому как у меня действительно не склад, да и не только у меня, я знаю, тысячи людей, у которых не складывались стосунки, как вы говорите, с официальным Киевом. Да и Украина тут много талантливых людей, но это была наиболее советская республика и послушная. Что касается, ну, по-перше, я был невыездным, меня даже в Болгарии не выпускали, а Москва это был, в общем-то, на той час, хотя такая же коммуниатская влада была, только дверь пошили, и, конечно, все происходило в Москве, для нас это было как глоток воздуха, и мне повезло, я застал все лучшие театры, лучшие спектакли, лучшие какие-то выставки, у меня была масса друзей, вот, и и не только для меня, туда все, и я, все разумные люди, из Ермении, из Прибалкики, всей Москвы, потому что, во-первых, там информация другая, иностранцы, посольство, кстати, КГБ, ошибок не делал, они так и говорили, вы нам не брешите, у нас все, да, из Москвы, там, и на Земле, а мы должны быть тут, в ученивцах, бдительны, что касается это, вот, я отвечаю на ваш вопрос, мне всегда было симпатично, в хорошем значении, это условие провинциализм, и, в общем-то, и комфорт, я родился в достаточно комфортных условиях, вот, и переехать в Москву, можно было одним вариантом, это только фиктивный брак, ну, или настоящий, но фиктивный, или работать где-то там, в Подмосковье, там, с рюкзаком, где-то по этим электричкам, и все, это у меня уже была семья, у меня уже было двое детей, и, в общем-то, я привык к комфортным черновцам, и я ездил, два раза в год старался ездить в Москву, поэтому, более-менее, все, что происходило в Москве, я был в курсе, у меня были там, друзья, приятели, и так далее, но менять свой быт, образ, я никак не был связан с черновцами, да и с Украиной, в том числе, я имею в виду административного смысла, поэтому меня это устраивало. Вы также в одном интервью описывали свою ностальгію за черновцами в Одесском художественном училище, а от хіба Одесса и Чернівцы не были схожими и близкими по духу местами в органскую эпоху? это все мифологемы, абсолютно. Первый год я очень скучал, ну, я уже сказал, во-первых, я уехал в детину, мне было 15 лет, ну, как это первый раз от родителей, ну, как можно было не скучать? Я видел черновецкий номер машины, я готов был целоватную в охлопную трубу, чтобы мне какие-то родители приехали. На сколько разными были Одесса и Чернівцы? Они во всем разными были. Во-первых, это все-таки великое место, это где-то на тот час где-то 700 тысяч, где-то так. Одесская школа художника очень, ну, в Украине как бы выделялись две, ну, две-три, скорее. Это Львов, Одесса и Закарпаттия, Ушгород. Особенно на всех выставках тех республиканских и всех союзных Львов и Одесса. Там абсолютно разные школы были, но так мощно. И Закарпаттия. Вы как-то говорили, что Одесса ориентировалась на культуру Средиземного моря, а Львов на Прибалтику и на Польшу. А на кого ориентировались Чернівцы? Потому что все-таки какое-то культурное життя тут так же было? Смотрите, это очень уже культурологический такой разговор, потому что, значит, я был в более выгодной ситуации в каком-то смысле. Почему? Потому что любые стереотипы, любая, даже, скорее, наверное, не школа, а тенденция имеет и оборотную сторону медали. Вот. И это показывает сегодняшний час. Вот, например, как для Мэны, Франківськ сегодня вставляет даже Львив. Я хочу, не звучит, не звучит. А чому? Потому что Львов, это все-таки такое уже есть претензия на баханат такие, что на мэтрство и там все. А Франківськ, он больше, как бы сказать, для сучасного мастерства там нет таких традиций, таких, которые тяготеют над митцем и так далее. И, до речи, схит Украины. Вот. Мы все смеемся, схит, схит, а, например, то, что, допустим, делается в том же Запорожье сегодня, ну, я уже про Харьков, просто не говорю, это Харьковская школа фотографий там и так далее. Это все свитнивы доми Боб Михайлов там и целая школа там и так далее. А те места, которые держатся на металлогемах и на понтах, как правило, проигрывают. Вот и Одесса в том числе. На сегодняшний день, потому что там, кроме одесских анекдотов и понтев, как бы от Одессы, это такой же Рогульский город. В одном и Деревье говорили, что для художника міграцию можно порівняти с операцией на сердце. Это и небезпечно, и очень больно. И вы отмолвилися своего часу от статусу политического беженца в Соединенных Штатах Америки и сказали, что вольнейшим, чем в Украине, и вы бы там не были. А вы почуваете себе тут по-справжньому вольным? Да. Боли то, я скажу, что больше вольненее, ниже тут, я ни где бы не мог бы. Только треба им трошка уявить, что такое вольный. Боже, вольный, ты тоже вольный от Бога. Поэтому тут понятие такое. Да? Ну, смотрите, я же никак не завишу от города. Ну, минимально завишу от города. Тем не менее, вся ваша родина, вона за кордоном, дуже багато друзей вашего дитинства за кордоном. Да, еще и друзей. А вы, как капитан корабля, залишилася и пішли на дно? Ну, я не знаю. Вы не відчуваете себя, знаете, часто черневцы называют Атлантидой, яка пішла на дно. Вы не відчуваете себя утопленником, який пішел на дно разом с Атлантидой? Смотрите, відчуваю. Відчуваю. Но меня спасает то, что вот я по своей натуре, всегда причем, даже в молодые годы. Для меня экзистенция Духа важнее, понимаете, есть одиночество, если взять, одиночество – это наказание во всех религиях мира. Уединение – это благо. И, конечно же, сегодня я, понимаете, есть внутренняя иммиграция, есть физическая иммиграция. Конечно же, я в иммиграции внутренней. Это не мой город, это не моя жизнь. Но я на жизнь смотрю открытыми глазами и мне много вещей нравится сегодня, больше, чем тогда. Мне доводилось читать историю. Илья Гомельский своего часа передавал через вас привет из Израиля Леониду Финкелю. Он просил его не эмигрувать. Это описано в его книге. Он там передает цитату, что с характером романтика-идеаліста он здесь погибнет. Ишлося про Финкеля. И Финкель, власне, не послухав цієї поради. И он в эмиграции стал достаточно успешным письменником. Тогда, как вы, посланник этого мессенджера, вы поставили до него набагато серьезнейший. И когда я читал эти ритки, у меня склалось вражение, что, на самом деле, эта загадка больше отображает вас особисто, чем самого Финкеля. Да, смотрите. Финкель не мог не состояться. Во-первых, он талантливый человек. Он государственный человек. Он всегда занимал посадки определенные. Если вы не знаете, может, он был зам начальника подштампа. Потом был главный режиссер, когда он уже в театре был такой в филармонии. и так далее, и так далее. И, кроме того, он был советский человек. Он считал, что есть правильные коммунисты, и у нас с ним страшной сварки был. Он считал, что есть заблудшие коммунисты, есть правильные коммунисты. Вот, ленинцы, так называемые. Ну, он, конечно же, относил себя к ленинцам. И, наверное, в каком-то смысле, он был наивный просто. Я же в Заголине навидел советскую власть. Просто, как понятие. И в этом смысле у нас были эти вот. Но он очень, во-первых, он старше меня намного, все-таки, на 14 лет это много. И он меня очень уважал, любил, и ценил, и так далее, и прощал мои какие-то там всякие штуки. Вот. Но, тем не менее, он и в Израиле занял такую же государство. Понимаете, я был в оппозиции к стране. Или она ко мне, сейчас не важно, уже трудно разобраться. Он же, у него была боль большая, что вот он не мог печататься, что он, так сказать, у меня этих проблем не было, потому что я понимал, что, ну, такие правила и говорят. Тем не менее, ваш друг Шимон Окштейн, который также закончил Одесские училища, он достаточно успешно интегруировался в мастерское средство в США. Смотрите, не только он один. Во-первых, он уехал, когда ему было 29 лет. Во-вторых, во-вторых, что такое успешно? Это же все обсуждается отдельно. То, что для кого-то успех, для кого-то не успех. Например, я иду, я же недавно был в Нью-Йорке, вот я иду и встречаю нашего будущего президента, Ива Бобула, который приедет сюда и расскажет всем, что он был на кастролях в Штатах. Ну, понимаете, это Штаты и в ресторане там на Брайтоне. Это немножко как бы не одно и то же. Но не важно. Тем не менее, он кому-то доставил удовольствие, спел чего-то и так далее. Поэтому это у нас же сегодня так, ведомые у нас же за рубежом. Я всегда уточняю, за рубежом, где в Кишиневе, это тоже за рубежом. Понимаете, поэтому, кто профессионально как бы играет в какие-то штуки, он отслеживает не просто какие-то ну, плитки, а действительно, вот, понимаете, так. Поэтому все не так просто. Это раз. Второй момент, это все-таки личностный. слушайте, кому-то удается больше, кому-то меньше. Ну, больше не удается, чем удается профессионально. Потому что, слушайте, никто никому ничего не должен. Тут переехать в другой город, это проблема, где без виски, без ничего, а тем более, в такую страну, а тем более. Вы знаете, сколько у людей опустились просто банальные руки, когда они попадали в Маден-Арт или там Гугенхайма-музей, когда они видят это все, и эти вот наши бег с препятствами на уровне Совка, просто опускались в руки. В одном интервью говорили, что пропаганда была вам огидна, и вы не хотели молювать, потому что не понимали социалистичного реализма. А вот невже вы никогда, как художник, в гражданские часы не подробляли какой-то халтурой, то, умственно говоря, как Остап Бендер у 12 стильцах. Вы же не могли быть в буквальном смысле... Я преподавал. Я преподавал художник. Почему я? Ну, как? Я же как... Первая моя работа, вот, когда я приехал из Одессы, было, значит, в училище. Это ремесленное художество. Сейчас это уже такое типа. Ну, краснодеревцы там и так далее. Потом меня переманили в художественную школу. И потом, вот, я, значит, тоже почти 5 лет там преподавал. Вот. А тут же тоже был конфликт какой. Значит, дорога у всех была одна. Или это спилка, союз художников. Вот. Значит, для того, чтобы туда поступить, нужно было набрать определенные там выставки, количество и так далее, и так далее, и так далее. Постоку, поскольку я не рисовал этих картин, меня на выставку не брали, следовательно, в спилку. Раз в спилку не брали, значит, что идти куда-то там на какую-то фабрику малювать эти панно или там эти политбюро, это не мой сайт был. Вот. Поэтому вот такой вот как бы конфликт. Та не менее, ваш батько, насколько я знаю, был еще из румынских временем коммунистом, и в радянские времена он был керником предприемства в Чернівцях. Я к вам удалось сберегать с ним теплые стосунки, если вы в своем жизни сделали явно не тот выбор, на который рассматривали ваши батьки. Подготовился гад. Были большие проблемы у меня с ним. Конфликты были, и у него со мной скорее пусть ему земля будет пухом. Папа у меня, да, мой папа был членом Российской партии с 29 года, советского с 40 года. Мой папа сидел в одной камере с Георгием Адешем, который был до Чаушеску еще, в Довтан, в Румынии. Мой папа не был догматиком, он не был коммунистом сталинского разлива. Все-таки идея сейчас немножко как бы все утрирует, но и в том числе мой папа тоже мне говорил, ты не знаешь, ты не жил при капитализме. Когда я ему говорю, что Румыния это великий был капитализм, ты же понимаешь, это не Швейцария, не Америка и так далее. Но, тем не менее, на той час идеи социалистические были достаточно модные, если можно так сказать. Слушайте, и Пикассо был коммунистом, и Ромен Ролан был коммунистом, и очень много интеллигенции было в Западной Европе, и ему было 22-23 года, смотрите, но Сталинским он не был таким догматиком, он же не жил в Союзе. Потом, скорее, я думаю, в нем уже говорил, скорее, страх, скорее, перед семьей, куда девай, уже он как-то, тем более, руководитель предприятия, потому что он как бы уже такую соглашательскую пыли. Ну, конъюнтурщикам он никогда не был в этом смысле. Он был производственником, смотрите, он же не был идиологом. Но у меня с ним были большие проблемы уже. Меня, когда выгнали из училища, мне было 19 лет еще с такой этим приказом, что за мелкобужуазные взгляды в искусстве, что я позорил звание советского студента. Я, конечно же, ну, в 19 лет не думал о своей судьбе, я скорее думал, что, не дай Бог, отцу еще один эфарт, и капец, я себе беру на, как говорится, на шею такой груз. Тем не менее, всегда был у нас, ну, на семейных торжествах, где он, когда детишек или у кого-то день рождения, всегда был почетным гостем и Осик Зисельс, и все, мы сидели за одним столом, и мой папа, и окажут натуралы сяды, но он на Боже упаси, это всегда. Кстати, и Финкель, до речи, что мы все насмехались, мы же уже, коммунили туда-сюда, но у меня дома все пересекались, и все друг друга поважали, потому что Осика нельзя было. Вы говорили в одном интервью, что счастье, если между художником и глядачем выникает какой-то контакт, а у вас контакт с вашими глядачами был обмежен, потому что до 89-го ни каких официальных выставок в Чернівцях у вас не было. И сейчас, напевно, а все-таки в Чернівцях можливы были и подпильные выставки, выставы, такого рода, как вы видели в Москве? Потому что сейчас все-таки это может. Ну, слушайте, это же так смешно. Нет, конечно. Да и не только в Чернівцях. Смотрите, потому что Москва это одна из столицей мира. Это, слушайте, первая традиция. Туда стекался весь Союз. Там же Москва для Советского Союза, если можно не сказать больше, это был, как Нью-Йорк сегодня для всего мира. Это надо признать однозначно. Поэтому даже тот же Питер, это уже был областной город, у них всегда были свои терки между собой. Москва это Москва. Я же хорошо знал Москву. В Москве было три организации. Союз художников СССР, Союз художников РСФСР и Москва Московская. Все москвичи. Все коллеги. И это как это три враждующих Москва это Венгрия. Слушайте, 10 миллионов. Самые кондовые вот то, что сегодня заправляют, это были РСФСР. Это вот эти вот у них были вот эти вот почвенники, сибиряки и так далее. Потому что они считали Москву вообще чем-то ну короче это чем-то таким буржуазным непонятным. Вот. И все эти вот все эти Дугины, Шмугины, все это РСФСР. И это все москвичи. Один город вроде бы. Где-то вот купят вместе, может не без того и то. Вот. Что касается Украины, ну это вообще было смешно. А черновцы, слушайте, ну не можешь же быть маленьком провинциальном городе. и все. У вас. Да, это первое. Второе всегда же есть, смотрите, для артиста вот когда одно дело, когда он играет вроде в темном зале, но он чувствует зрителя, он чувствует дыхание, он партия, реакция, для него очень важна реакция зрительного зала. Вот. Точно так же, что бы художники не говорили, что он одинаковый, что ему никто не нужен, и он такой весь гений себя, это неправда. В любом случае, я всегда больше говорю, я счастливый человек, если мне Бог, ну это ирония, если мне Бог наказал принадлежать к искусству, то слава Богу, что я художник, а не скульптор, не режиссер, не письменник, потому что, по крайней мере, я сам себе, я хоть намолю и поставлю к стенке, а режиссер, чтобы ты, это, режиссура у тебя у себя на кухне, ему нужен театр, артисту нужен театр, иначе он, что может, репетировать у себя, я говорю, на кухне, поэтому, скульптор тоже, эти глиби, там, ну что с ними, это художник, все-таки, это более-менее, я хоть могу теоретически кому-то показать готовую продукцию, будем говорить так, понимаете, но в другом случае, это же... У вас склалися достатньо добрые стосунки с эксмером Чернівців Миколой Федороком, потому что он достатньо часто ведет ваших выступлений, выступал на вашем ювелее, я знаю, что он также сприял отриманию вами звания заслуженного діяча мистецтва, и он в одном интервью говорил, что постоянно открывает Тутельмина с другого боку. И мне так же рассказало, что работая еще в 1-трибневом райкоме партии, он надал какую-то вам пощу под майстерню. Если это правда, то в самом деле чем обумовлены такие неноменкатурные жести? Это не совсем, он ничего не надавал. Это вот, смотрите, меня часто скорее подкалывает даже. Вот, что я там как бы такой, вот, а ты, мол, типа, у тебя дружные стосунки с Миколой. Ну, слушайте, в жизни это исключение из правил. Я думаю, что, ну, это не такие добрые стосунки, скажем, не дружные, добрые. А вы не сказали еще в радянские часы? Ну, что, конечно, в радянские. Не только в радянские. Во-первых, я его не знал, когда он был, там, кто-то вспоминает, когда он был там, дизжакент, я его не знал тысячи. Узнал я его случайно. Во-первых, не он мне давал в мастерскую, а мне и на работу, влаштувало, мне как ни странно, это в КГБ. Потому что все доходило уже до такой, до точки кипения, что либо меня надо сажать, либо что-то со мной делать. Потому что у нас была и борьба и с тунеядством, а я стоял на своем, что у меня есть образование, у меня есть диплом, и я должен делать то, что я учился, пятый, десятый. И в итоге им легче было уже как-то, тем более, мастерская. А там же все взаимосвязано. Если ты не член спилки, значит, ты не можешь иметь мастерской. Не можешь иметь мастерской, ты не можешь работать. Ну, в общем, это же индустрия была целая. Они ни одной ошибки не делали, коммуняки. Так вот, ну, во-первых, мастерская, это громко сказано. Это был полуподвал, где там все-то стырочное, ну, такое. А надо мной поселился там какой-то мент с очередной молодой женой, он тоже там. И он решил, там двухэтажный такой домик, у него была одна комната, он решил у меня отобрать мастерскую и сделать все двухповерховые и там все это. Ну, а что делать? Художника же достать очень просто, написал Павлона Невшим, сучки ходят, там бухают, и все, много не надо. И, короче, там они затеяли какой-то ремонт, и там капитальный, типа, и отрезали у меня газ, ну, не у меня, у всего дома, там газ, там и все, 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 там и так сырость такая была, что цвело все. Вот. И я записался на прием к этому первому райисполкому, прекрасный такой, я что привык до Влада, боже, все, он у меня деваться уже, я пошел, записался на прием, как положено, все, все, чекаю, там, в этой прямой, тут, значит, секретарка, кажут, что может, и заходят, я захожу, смотрю, значит, ну, я его теоретически знал по телевизору, там все, он выходит со стола, там, со мной, это вот, там летается, все, ну, в общем, короче, я рассказываю ему эту историю, он быстро по вертушке, там даже не было этих всех мобильных, то-все, по вертушке, кто там, что, чего, там все, в общем, дал наказ, чтобы подключили газ, там, ну, в общем, сделали там все, что-то так бы, и взял на контроль, и сказал, что там через три дня, чтобы я ему дал, сообщил, и движется что-то, меня, а потом он мне сказал, откуда он знает меня, оказывается, знаю, ну, это уже какие-то немножко его семейные, короче, он был в Москве, чтобы я не хочу подробностей, без его веда, короче, он был очередной в Москве, и попал в одну компанию, где был главный, художник Мосфильма, а он его знал, там, через свою жинку, и когда тот узнал, что он Черновцов, так он сказал, о, там есть такое-то, и назвал меня, и он это, на комсвей, комсомольский розум, себе намотал, и все на неделе пересекалось, а потом оно все, ну, замкнуло, бывает такое, и тут он приезжает, через три дня, значит, на Черный, во всем, значит, ну, конечно, никто ничего не делал, это понятное дело, его это еще разозлило больше, он всех на три часа, начальника ЖЭКа, райживого управления, ну, всем и шпуху, короче, и сам приезжает, они все вот так вот приходят, пальцы веером, там, думают, кто такой, чтобы первый секретарь, их всех выдернул с работы, ну, понятное дело, и он как встал, он говорит, знаете что, он говорит, вы знаете, кто это, он им говорит, они так смотрят на него, как на это, вот, он говорит, я о нем впервые услышал в Москве, это же я в Чернифе, маленьких Чернифсях, короче, он им дал команду, они быстренько, чтобы ремонт там все сделали, и все это, я вам скажу больше, что бы о нем ни говорили, но при нем, мне удавалось, какие-то проекты делать, и финансирование, что, ни до него, ни после, мы в 90-м году сделали проект четырех, с каталогом, где были свет вырубали, вообще ничего, он нам сказал на день места, это будет единственное культурное мероприятие, вот ваша выставка, и оно так и было. А это правда, что в радянские часы посол Франции приездил инкогнито в Чернифе, купил ваши... Культурное душе Франции, не посол Франции. Значит, эта история отвечает, да, убил квартиру, да. И он приезжал сюда инкогнито, а это же... Я не знаю, он со мной не советовался, ну а как, а что он брал разрешение, у кого разрешение? Я думаю, это выклакал определенный фурор в соответствующих органах. Я думаю, это выклакал определенный фурор в соответствующих органах. Ну какого он приезжал, нет, выклакал фурор другая дамочка, которая приехала, это был фурор капитальный. Это волги стояли, аж до Шевченко. Кого вы имеете на увазе? У меня была знакома в Москве, она этнично украинка, народжена в Америце. Словистка занималась, до речи, Андреем Белым, поэт был такой. Муж у нее был швед по национальности и, ну как выражаю, я не знаю, как-то, как называются его посады. Короче, завхоз американского посольства, которое до речи так и не открыло. Построили в Москве, ну знаете эту историю, да, что напичкана была теми всеми прослушками. Карлсон, ее была Маня Карл, Мария Карлсон. Она тоже там, это, ну, нравилось там что-то, мои картины, не знаю что. И однажды она решила приехать в Черневцы, а на той час в Черневце было закрыто место, был кордон рядом, это по-перше, а по-друге, значит, вон и по законах уже американского посольства, ну, у нее дипломатический паспорт был, она не имела права ехать одна, она должна была ехать с кем-то из своих, чтобы не было провокаций каких-то. Короче, они взяли, доехал тур, якийсь там, не знаю, до Львова, а с Львова уже вот действительно нелегально в Черневце домены. Мы тогда жили там не на Доброго, там на Русский, там. И, короче, мне тоже сказать, что мне уже очень, какой восторг был большой, а с другой стороны, что делать, ну, приехал человек и приехал. я говорю своей жене, она у меня была очень гостеприимная такая, мы накрыли поляну, как положено, все это, я говорю, знаешь, мы делаем открытые двери. Вот кто пришел, заходи, я никакого секрета, что он не хочу рубить, потому что, для чего, что у нас, я говорю, все сидели, смотрели картины, выпивали, все как положено у нас. Потом смотрю через векно, а там Черных Волк стоит, аж, наверное, штук 20. Ну, они ничего не могли сделать, потому что у него дипломатический паспорт, с одной стороны. А потом началось, потом меня там забрали очередной раз, значит, что она работник ЦРУ, я говорю, может, вот она, у нее что-то на лбу написано, откуда я знаю. Это ваши справа. Ну, только такие часы были дурные, что сейчас говорить уже. А чему вы останем руками жанр живопису зменили на жанр художной фотографии? Я мне уже надоел на это отвечать. Ну, так, слушайте, рух, життя, нести. Во-первых, это фотография, я не знаю, как вы, насколько вы знаете, тот жанр. Это сучасная, абсолютно форма, проявленная сегодня. Ни один крупнейший музей мира не обходится без фотографий. Это только у нас в Украине еще таке. Во-первых, во-вторых, сегодня вообще живописом никто не занимается. буквально, как у нас. Это все по старинке. Живопис, скульптура, графика там. Это совершенно сучасный вид мастерства. Так же, как инсталляции, как перформансы, и так далее. Я не то, что я кинув, и вот, например, если я делал вот этот вот проект с этим, ну, с этой скульптурой. Я же не скульптор, но там и скульптура, там и был калаш такой, и все это, хотя я не скульптор. Точно так же, когда я на свою юбилейную выставку, вот я сделал эту инсталляцию с москвичом, и с этим всем. Нету сегодня такого деления на живописи, я говорю, график, скульптор там. А звідки у вас самая ця тяга до акционизма, до перформансов, до инсталляций? Я не могу сказать, что у меня тяга. Смотрите, это, ну, я сучасный человек, я исследую, что происходит, ну, сучасное, что происходит, но я же не, это, допотопный человек. Каждый час, ну, мае свое обличие, мистерство тоже. Я много слышу про ваше помешкание, про него я вспоминал в своих эссе Володимир Килинич, оно зафильмовано Богданом Ластівкою в его короткометражном фильме про вас. Тобто, ваша квартира на доброго перетворилась в свой рідный музей уже сегодня, где остановился час. Вы считаете, что эта ваша квартира, она тоже является своим рідным перформансом? Можемо, мимо воли? Ну, я, смотрите, можливо, я, я не думал об этом, и живу, как и живу. У меня все практически почти что осталось, так как оно залишилось, вид батьки, я ничего специального не делал, там, меблиш, меблиш. дальше она вся напичка, но она, я мечтал о том, она, у меня очень большая квартира, я мечтал о том, что мне никто не буде заважати, что вся хата буде, ну, як сказати, належить до мистецтва. картины везде, ну, даже мій беспорядок, он мій. Я, как я называю, художний беспорядок. Наверное, может, со стороны вот так, когда приходишь из этих вот рефинированных квартир, там, может, он и так выглядят, но я не знаю. Я чувствую, что вы записывали стосунки с фотографом Володимиром Коневым, но мне пояснивали, что у вас, какаясь внутренняя водовая конкуренция появилась, принаймні, так это принимал Конев. Это правда или нет? Боже, спасибо. Он для меня никогда. Он такой, что он был для меня конкурентом. Боже, спасибо. Я его очень считаю и всегда считаю. Смотрите, я не знаю, это его проблемы, наверное, но у меня и проблем нет. Смотрите, во-первых, у коллег всегда бывает непросто. Я пытаюсь понять, что вы имеете в виду, но я думаю, что это все далеко от истины. Фотографы всегда как бы комплексовали перед художниками. Потому что это считалось как бы, но что очень неправильно. Это тоже один из вызов, почему я именно назло. Я же вредный. Почему это я не знаю. Это только до сих пор у нас в Украине такое. И я в этом убедился не так давно. Я вам потом расскажу, если я не забуду. Так вот, Коневся, я его знаю всегда, как говорится, с юных лет. И он меня и всегда уважал его. Но он для меня был фотографом, а я для них всех был художником. Потом, когда я как бы стал выставляться и шел семимильными шагами, у меня появились там проекты, книги, шмиги. Я выпустил два календаря по заказу Австрии, один календарь по заказу немецкого посольства. Просто так и называется черневецкий балкон. Ну, и так далее, и так далее. Может быть, это какая-то внутренняя ревность или еще что-то. Я не знаю, я и не думал об этом. Наверное, что-то есть в этом. Ви иллюстрували такую сборку черневецких рассказов. Чому ви никогда не пробовали себя в литературе, потому что вы пишете прекрасное сеть? Я не знаю, не думал. Ну, чёрт. Не пробовал и не пробовал слушать. Не знаю, не могу ответить. В одному из интервью вы как-то говорили про то, что у своих картинах вы рассказываете про себя, свою власную ситуацию в мире. Зокрема, в грудне 2017 вы презентовали в Черневцах проект про беженцев, который носит назву следующего года в Иерусалиме. А в какой мере все-таки от втечи за кордон или от втечи от режима вас вертувала втеча в мистецтво? И что не стало для вас, можливо, мистецтво тією землею обетованною? 100%. Это моя ниша, это моя... Я когда-то даже сказал, это мой алкогол, если хотите. Я не знаю, чем я занимался в этом мире, если бы не мистецтво. Это однозначно. Это бегство своего рода, да, это ниша какая-то своя. Это правда. Смотрите, искусство же это способ самореализации, это способ высказаться, высказать свое отношение к женщине, не знаю, к миру, к своему городу, к эпохе, там и так далее. То есть, если кто-то это высказывает какими-то там или политическими средствами, или еще какими-то там, то художник это какими-то визуальными средствами скажет, ну естественно, но как иначе. Я дякую вам за эту разговую. Нагадаю, что гостом программы «Без эмоций» в эфире телеканалу Чернівецький промінь Радіо Буковинська Хвилі СТФМ был художник и фотограф Бронислав Тутельман. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова